Впервые в истории государственная Третьяковская галерея создает выставочные пространства за пределами Московского кольца. Ход реконструкции зданий, в котором разместится музей, обсудили на встрече губернатор Дмитрий Азаров, генеральный директор музея Зельфира Трегулова и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. И удивим коллег вместе, да? Удивим, удивим, удивим и в масштабах страны. Как идут работы, становится понятно настрой площадки. Даже в таком виде это уже музей под открытым небом. Когда здесь откроется филиал Третьяковской галереи, будет объект поистине мирового значения. Реконструкция фабрики кухни идет полным ходом. Уникальный памятник конструктивизма, согласно проекту, будет восстановлен в первоначальном виде. Особое внимание созданию музейного микроклимата на уровне стандартов ведущих музеев мира. Здание состоит из двух принципиальных зон. Одна выставочная зона с очень глубоко продуманной и продвинутой системой обеспечения микроклимата. Собственно говоря, микроклимат тут настолько серьезная система, что она практически тянет на половину стоимости всего объекта. Согласно проекту, по окончании работ общая площадь составит 8 тысяч квадратных метров. Из них выставочных 1700. Здесь будет также работать медиатека, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилище. Не просто пространство, где будет показываться искусство, а создание действительно многофункционального культурного центра, которого так не хватает огромному количеству региональных центров. Для гостей и туристов предусмотрены кафе и ресторан. Но все же главное, ради чего люди будут приезжать в этот филиал, возможность прикоснуться к запасникам первого музея страны. Уже сейчас искусствоведы продумывают тематику первой экспозиции. Я вот действительно просто уезжаю сегодня вечером из Самары с уверенностью, что это масштабнейший проект в масштабах действительно всей страны. Создание филиала крупнейшего центрального музея, крупнейшего музея национального искусства в регионе, в климате максимального благоприятствования и максимальной поддержки, и в здании, которое является шедевром архитектуры. 2021 год – юбилей первого полета человека в космос. Учитывая, что это главный тренд в развитии Самары, а рядом с фабрикой кухни расположена ракета «Союз» и музей «Самара Космическая», есть предложение – первую выставку посвятить космосу. В дальнейшем тематику экспозиции будут разрабатывать ведущие столичные эксперты, так что со временем самарские ценители живописи и скульптуры смогут увидеть немало шедевров. Олег Зверев, Максим Гусев, События.